Продолжение следует... Я помню, как вышел на экраны фильм «Адмирал». Я не знал, о чем он и не интересовался, поскольку моя методика позволяла мне понять все и без просмотра. Спустя какое-то время на канале Пучкова Клин Жуков сделал разбор этого помойного ведра. «Красноярцы, есть среди вас такие, кому нравится фильм «Адмирал»? Отличный фильм, не правда ли? И Хабенский такой душка благотворительностью занимается. Слушайте внимательно, кого увековечили отечественные любимцы публики. Радьковский, Белый террор При доставке арестованных, когда 27 июня колонна проходила через Новобазарную площадь, часть из них была отбита казаками и уничтожена на берегу реки Кача. Среди погибших в результате самосуда были в том числе Командир красного отряда Марковский, член ЦИК Совета в Сибири Ада Лебедева, инженер Печерский. 27 июня около мельницы Абалакова были обнаружены их трупы. Печерский лежал с разбитой головой и выколотым глазом. У Лебедевой рассечен живот и вырезаны груди. У Марковского внутренности лежали рядом с ним. В ночь с 29 на 30 января 1919 года белым карательным отрядом после жестоких издевательств и пыток расстреляны 7 сельских активистов в селе Еловка, Красноярский край. 27 марта 1919 года, исходя из ранее полученных инструкций, был издан знаменитый приказ генерала Розанова о заложниках, начальникам военных отрядов, действующих в районе Восстания. Пункт 1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков. Если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, расстреливать 10-го. Пункт 2. Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать. Взрослое мужское население расстреливать поголовно. Имущество лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны. Пункт 6. Среди населения брать заложников. В случае действия от насельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно. Несмотря на протесты союзников, было расстреляно 49 заложников в одной только красноярской тюрьме. 30 апреля 1919 года в селе Балахта белым карательным отрядом расстреляно и зарублено шашками 22 человека. В эти же дни в селе Лапшиха Ачинского уезда расстреляно 16 партизан. В деревне Комарова расстреляно 8 партизан. Все Красноярский край. В селе Шарыпово 57 партизан и местных жителей. 14 июня 1919 года в отместку за двух убитых фельдшеров 1-го томского гусарского полка в Красноярске были расстреляны красные заложники. Всего 8 человек. 4 июня 1919 года на станции Каштан Большакозульского сельсовета Боготольского района Красноярской области расстрелян 13-летний связной партизанского отряда. Брат командира отряда Ивана Буркова Аполлинарий Бурков. В конце сентября 1919 года белогвардейский карательный отряд вошел в поселок Стеклозавод. Позднее поселок памяти 13 бойцов Емельяновского района Красноярского края. В ночь с 28 на 29 сентября в поселке состоялась казнь 13 рабочих. Субтитры создавал DimaTorzok